Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере осмотра Rage, всё как всегда. И сегодня я расскажу, кому и как я продал свои автомобили, и что же я буду делать с моим бюджетом, вот. Так что присаживайся поудобнее, желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. А перед началом данного ролика я хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод EVAN. Вводи его, короче, при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Собственно, после того, как видос вышел, мне очень много людей написало по поводу тачек, которых я продаю. Я начал продавать первым, я продал Cruiser, затем за 5,3, потом я продал сливу за 1,4, вроде как. После этого я дня три продавал... После этого я продал Rolls-Royce. Rolls-Royce я продал всего лишь за 26 лямов, брал за 26,5, еще тюнил на 500 тысяч. Продал за 26, потому что вообще никто не спрашивает. Вот почти никто не спрашивает за него, из-за того, что он розовый на вездеходных дисках. Так что, пожалуй, ставки в студию. Транспорт, короче, Cruiser. 5,300, я готов произвести обмен. Все, готов. Котует, братик 13. Ты, да, Иван, блядь? Да, 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 я. Оп, принимаем предложение, слива, оп, идеально. 1,4 на базу, ляпс, 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 все. Благодарю. Предлагай. А ты где? Я немного спрятался. Где? Спрятался немного, говорю. А, вот, вижу, вижу. Короче, пацаны, уходит эпоха просто. Роллс-ройса в моем владении, это было офигенно. В скольких роликах он снимался, сколько всего произошло с ним. Прощай, друг. Все, спасибо, друг. Давай, удачи. Только сейчас будет интересно, когда он его заспаунит. Он охуеет, если он не знает мой Роллс-ройс. Пацаны, пора с ебом. Буквально вчера ездил и увидел тот самый мой Роллс-ройс, и он капец как изменился. И сейчас вылетит пару скриншотов вам на экранчик. Вот так теперь выглядит мой Роллс-ройс. Жаль, что пацан не оставил его на вездеходных дисках на розовом цвете. Так это был эксклюзив, можно сказать, что у никого такого Роллса не было. Собственно, что же я буду сделать своими деньгами? На момент записи ролика у меня было 87 миллионов. Сейчас я вам это все не покажу, потому что я уже записал пару видосов наперед. Они не выйдут в хронологическом порядке. Сначала выйдет этот видос, потом после этого выйдет еще два видоса, которые были записаны до этого. Благодаря тому, что у меня второй экран есть. Shadow Play, это программа для записи видео, решила записать его, а не игру. Я похерил серию, вот, куда я потратил, собственно, эти бабки. Потратил не все, а потратил около 25 миллионов. Мне кажется, ближе к сути. Сейчас мы приедем на парковку и вам все расскажу. Как вы знаете, я уже это повторюсь, наверное, еще в следующей серии, когда будем покупать очень интересную тачку. Я любитель коллекционировать номера собственности в МТА. У меня на первом сервере, смотря МТА, была коллекция ООА на 98 регионе. Потом на третьем сервере была коллекция ООММ777 регион. Потом была коллекция ООО на 78 регионе. А потом была коллекция ААА на 78 регионе. И я что-то накопил 87 миллионов. И думаю, что я с ними делать буду, бизнес у меня уже есть, дома у меня есть. Надо как-то пассивный доход делать. А сделать пассивный доход на смотри, это можно только с номеров. Вот, поэтому я решил коллекционировать как бы одну коллекцию, которая будет прям офигенно стоить через год. Возможно, через два. Возможно, скоро, если я соберу фулл коллекцию. Я, короче, буду коллекционировать ААА, то есть Рианы на 77 регионе. Именно сюда я буду тратить свои последние бабки, можно так сказать. И недаром я спрашивал у вас в видосе, не видели ли вы владельца номеров ААА00577 и владельца Треханны007. Перед записью этого ролика я уже как-то связывался с владельцем 002. Говорю, давай у него, если Гучи Мэйн ты смотришь это, привет тебе, разблокой. Я ему написал, типа, го, заберу. Он такой, нень, типа, жду предложение. Он, короче, 002 хочет продать лямов за 30, за 40. Не, ну это бред. Я ему предложил 10 миллионов, что это очень, да, я за этот номер. Прям вообще, именно А002А77. Он не будет дорожать, потому что он единственный, еще цифры херовые. Он что-то молчит, типа, если ты смотришь этот ролик, напиши, договоримся. Владельца А005А77 я вообще не видел. Мне один подписчик написал, что это Лещи, который ездит на Ламборгини. Если вы видели кого-то вообще из игроков этих всех, напишите мне в комментариях, либо в ВК, я буду вам очень благодарен. Если вы предоставите какую-то ссылочку, либо Дискорд на продавца, я еще вас дополнительно благодарю. И А007А. А, пацан продавал номер, я говорю, давай заберу. Он мне, он продавал еще с апреля вроде, или с мая. Говорю, сколько? Он такой, пи***ц, я такой, ну пиздец. Типа, в два раза, когда фулблат можно взять за 12. И полублат за 15. Что-то владельцы номеров вообще все, они тупо такие игнорщики? Это капец. Короче, хватит хейтить. Если у вас есть инфа о любых этих владельцах, либо вы являетесь владельцем этих номеров, пожалуйста, напишите мне в комментариях, либо в ВК, я буду вам очень благодарен. Так как не все номера были скуплены, в ГОСе оставались номера 003, 004, 006, 008 и 009 на 77 регионе. Кто не шарит, ААА на 77 это как бы резиденция президента, если я не ошибаюсь. И как я говорил, Дискорд ShadowPlay решил не записать. Была офигенная серия, когда я пошел, купил 3 копейки с автосалона. Конечно же, мне нифига не выпало. И приехали, сначала купили АА-04, 77. Я выкупил их чисто на копейки, чтобы их никто не выкупил, вот, на всякий случай. Ну, придется уже за 600 тысяч платить за перевес. Обычная копейка на трех ашках 004, 77. Потом, у нас копейка на номере А, 008, 77. И третья копейка, которую я, кстати, не продал. И сейчас мы к этому вернемся, вот. Продавал я ее за 300, потом за 200, за 250. И мне предлагали 150. Я думаю, блин, если я буду покупать с автосалона копейку в стоковую за 150, я лучше свою ставлю за 150. И повесил на нее А, 009, АА, 77. Но это, конечно, все временно. Пока я не подкоплю бабок и не куплю нормальной тачки, и тогда перевешу. Эта копейка будет мне чисто как перевес служить, вот. Поэтому 3 копейки у меня таких имеются. Будет 3 видоса о том, как я покупаю тачки, тюню, ставлю, короче, прокачиваю свою коллекцию. Задача у меня, ну, собрать почти всю, я надеюсь, коллекцию до моего дня рождения, 12 июля, скорее всего, вот. И продолжая тему с тачками, которых я не продал, у меня еще осталось 2 тачки, как вы поняли. Это Априора на номере М07ММ97 и Супра на номере М04М97. Тачки фатешные, продавал их по 5 миллионов. Вот, продавал неделю, в принципе, как и все свои тачки. Пацаны сначала писали, что заберу, говорили, типа, заходи, заберу, я захожу. Они говорили, я что-то передумал, еще, еще, еще. Короче, пацаны, последнее, короче, объявление. Вот, продаю ее и ее по 5 миллионов. Типа, если никто сейчас не купит, я их просто оставлю, там, через год солью, там, ну, 100%. Вот, 0.07, 100% дороже, мне кажется, и вот эту тоже дороже. Так что, ВК для связи есть у меня в описании ролика. Если вам понравился один из вот этих автомобилей, можете мне написать, я могу вам их продать. Ну, в принципе, пацаны, на этом все. Теперь официально коллекция АА77. Это моя коллекция, коллекция АА77. Я надеюсь, тебе понравился этот видос. Если ты увидел себя в видосе, отметься. Также, еще раз, если вы увидите или знаете, либо вы являетесь владельцем номеров 0.05 и 0.07, отпишите мне, пожалуйста, в АК. А на этом все, в принципе. Поставьте лайкос данному ролику, напишите в комментариях, какой самый крутой номер у вас был в наличии, вот. Мне будет очень интересно почитать. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики, ставить колокольчик, чтобы смотреть их всегда первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.